Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Армия РФ начала использовать на Украине арктическую версию установок ПВО ТОР-2М, о чем сообщила российская газета. Правительственное издание объясняет применение арктической техники наступлением зимы, умалчивая о том, что подобных машин в РФ не более 8 и закупались они изначально исключительно до Арктики, условия в которых даже отдаленно не напоминают мягкие украинские зимы. Секретный спутник Минобороны сгорел не проработав и двух месяцев. Россия вывела на орбиту военный спутник-шпион «Космос-2560» класса МК-3 16 октября. Уже 10 декабря он вернулся в атмосферу в районе Гуама и самоликвидировался. До этого в мае сгорел другой российский спутник «Космос-2555». На аппарате была изображена звастика с георгиевской лентой. Не спасла. Незаконную свалку с отходами новосибирского завода химконцентратов обнаружили в Омске. Вещества третьего класса опасности направлялись в Волгоградскую область, специализированную компанию ООО «Экосоюз», с которой у предприятия договор на 1,1 миллион рублей. Согласно договору, компания обязуется оказать услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию или размещению отходов. Ну, видимо, разместили. Гениальное изобретение в виде военных наград – это древняя хитрость, позволяет любой власти совершить очень выгодный обмен. Человек отдает режим услуг, зрения, годы и конечности, а взамен получает блестящую блямбочку. Как правило, жертва такого мошенничества очень радуется тому, что ее надурили, и гордится символом своей глупости. Александр Невзоров. В Калифорнии каждый чернокожий житель получит по 223 тысячи долларов. Если в законодательном совете штата поддержат инициативу по выплате репараций афроамериканцам, некоторые не согласны с такой суммой и требуют поднятия до 350 тысяч. Выплаты сможет получить только тот калифорниец, который является потомком чернокожих американцев 19 века. Итоговое решение по выплатам будет принято в июле 23 года. В Москве адвокат Марина Д. засунула в свой мохнатый сейф 4 телефона и попыталась пронести в матросскую тишину. Как сотрудники ее спалили, неизвестно, но кроме 4 телефонов, в ее звезде были обнаружены еще и наркотики. После задержания злоумышленницы выяснилось, что она также причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы. Пожалуй, самый вместительный адвокат. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.